всем привет в этом ролике я хотел бы рассказать и заодно и показать чем мне нравится батл рояль ринг оф элизе ну первое чем мне нравится этот батл рояль это дурацкие карты во первых карта она огромная она очень огромная на ней расположено несколько небольших населенных пунктов городов то есть можно представить себе насколько она огромная на ней размещаются даже несколько городов на одной карте вот и перемещаться по этой карте без транспорта очень тяжело и долго потому что расстояние большие и бежать это все ну это очень трудно вот а вот иначе мне нравится эта карта тем что тут такая местность что ездить на транспорте почти что нереально в этой игре до транспорт есть и часто может с этим раскидан довольно много есть дороги но блин и сама карта так созна что на этом транспорте ездить это нереально куча камней куча гор которые ты ни за что не перейдешь до в этой игре есть возможность летать на дельта плане но вы попробуйте полетать на дельта плане когда он он только парит он только парит и вылезти на крышу здания прыгнете вы просто спарите вместе все что есть этот дельта план чтобы нет абсолютно без разницы в этой игре есть Возможно скататься на скейте тоже, пофигу, никуда вы на этом скейте далеко не укатите, если дорога будет ровная. Только разошел с горочки, скопитесь и все. Смотри, где иначе. В общем, это первое, что мне... Вот где только что за респавнился? Вы где-то видели такие батт-рояли, что игрок спавнится просто в воде, хз за сколько метров от суши? И вот что, меня заставлено просто накрою карту. Это полное бред, вот сейчас игроки там воюют, и сначала они собирают лут, воюют, а я плыву к суше. Вот сейчас доплыву, а там на берегу меня уже будет ждать залупный чувак. Найс батт-рояли, о, офигенно. В общем, это первое, что мне не нравится, дурацкие карты. Вот теперь я только что вижу, второе, что мне не нравится в этой игре, это дурацкие спавни. Что вас может заспавнить тупо на краю карты в воде. Это полный бред. Это второй. Третий. Тут очень неудобная система убийств. Попаданий. Очень неудобно. Я еще в этой игре за катки три не убил ни одного человека, ни одного, за три катки. Просто дурацкая система убийств. Я не знаю, как тут пули летят. В этом плане мне эта игра напоминает хизи. Там тоже непонятно, как летят пули. И убить кого-то в этой игре тоже нереально. Вот один плюс в том, что вы появляетесь уже с пистолетом. То есть, не просто с ножом, как в том же Хизи или Куизине, вы появляетесь уже с пистолетом. Вот это плюс. О, встать. А вот и тачка. Вот и тачка я вам сейчас покажу, как здесь тяжело перемещаться на тачке. Сейчас. Найду, может, какое-то оружие. Ха-ха. Лучше пистолета. С пистолетом д-51. Ну, очень круто. Вот. Оружие заспамило на крыше машины. И как мне его достать? Я у них не хочу оставаться. Оружие на крыше, а блин... О, сейчас залез. Ха-ха-ха. Так. Наконец-то что-то получше. Пистолета. Уже можно воевать. Ха-ха-ха. Итак. Едем. Вот вы видите местность, да? Если ехать не по дороге, то... Нереально просто ехать. А тут куча гор. Куда даже... Просто так вот дорога идет, идет... Хоп. Тыкаются в горы, и все. Вы приехали. Дальше пути нет. Так, я не понял. Я так понял, что я за кругом. Судя по тому, что карта стала синей, и вот белая стыточка куда-то ведет, я уже за кругом. Блин, как же тут темно, это жесть. Какой графоний темный. Вот, едем по какой-то полевой дороге. А вот и скалы. Сейчас еще если упремся в скалы, будет весело. Дождь пошел. Айрдрок где-то. Не знаю, некоторые люди говорят, поиграй в рынку Куизин. Офигенные, говорят. Да, офигенные. Никогда они не офигенные. Помню, отстой. Куизин в 100-500 раз лучше. Вот не надо ехать туда. А туда дороги просто так нету. Тихоется вот ехать по траве. Блин. Все, я поиграл. Я поиграл. Офигенный вот рояль. Ехал, пытался выехать с круга. Меня убили. Что это, спектрек? Тут даже русского языка нет. А я могу посмотреть за тем человеком, который меня убил. Он весь залутанный. Куча оружия у него. Ладно. Выходим. Куизин, меня бы так легко не убили. Ни за что. Нет. А на тачке едешь, тебя могут обстреливать со всех сторон, и тебе будет кофе. Да, могут попадать, могут убить, но не так быстро, как здесь. Просто очередь. Чалбал из Калашае умер. Просто очередь. Полный отстой. Еще и карты грузятся полчаса. Куизин, нажимаешь в бой, проходят несколько секунд. Секунд, мать его, и я уже в бою. Все. Я уже в бою. Тут я еще жду, пока что с собой. Потом жду, пока закручивается карта. Это полная жесть. Потом меня могут заспаунить где-то в воде, вот как в прошлой карте. Потом мне надо искать оружие. Потом как-то добираться до круга. Полная жесть. И пока я добираюсь до круга, меня еще будут убить по дороге. Я даже не пойму, кто и откуда. Тут очень темная графика. Очень. К сожалению, зеркью ярче нельзя. Увы. Минуты уже здесь. И так, квесты. Да, привлекают разрабы игроков, квестами, лучшими, с этими стенами. Но все это фигня. Потому что сама игра по себе неинтересная. Карты неудобные. Во-первых, карты большие, неудобные для перемещения на транспорте. Все вот эти фичи, которые говорят, о, тут же ж можно летать на дельтапланах, на скейте. Куда ты полетаешь на дельтапланах? С крыши здания слетишь? Разрешу. Куда ты будешь кататься на скейте, если земля ровная, блин? Это полно ненужная фигня, блин, завлекал его как. Эти дельтапланы, скейты. Вы их просто не сможете использовать. И понимаете, я мог на дельтаплане летать по сей карте? О, да, другое дело. И там на скейте ездить по сей карте без тачки, тоже другое дело. Ну, нет. Нельзя так. Наконец-то. О, опять эта карта. Какая же она темная. Тут нифига не видно. Вот я ехал, я того чел, что меня убил, даже не видел. Если это был Куизин, я бы его еще заметил на расстоянии. Там, там хорошие, открытые карты, где, где если противник где-то сидит, ты его видишь. Ты его не видишь, разве что, если он где-то в кустах. Но такое бывает редко. А так там, в принципе, хорошо видно противников. И знаешь, откуда ждать угрозы. Тут нифига не понятно. Темная карта, еще и дождь начали видеть. Это жесть. так, давайте здесь где-нибудь заспавнится ближе к центру. вот плохо то, что вот такая система спауна. Это очень плохо, на самом деле. Кто-то скажет, удобно, я могу выбрать точку спауна. ага, а вот за тебя заспавнится еще кто-то и что-то будешь делать. Или за тебя заспавнится куча чуваков. И ты поиграл. Лучше бы спаун был или рандомный, или выброска самолета какого-нибудь. Лучше так, чем вот такой бред. С выбором точки спауна. Так, мы появились. Идем лутаться. Да, градка хорошая. Градки претензий нет. Она офигенная как для рояля. Как по мне, она даже лучше, чем в Хизе. Но, блин, сама игра это... Градки претензий нет. Так. Можно носить, по-моему, только два оружия. Вроде-то, да? О, пулемет. Хочу, хочу, хочу. Так. сейчас поставить на тачку. На тот случай, если я буду на круге, чтобы пешком не бежать, тачки нигде нет. Ладно. Яну тут, может, укрепилась броня. Очень, кстати, тут сложно найти какую-нибудь броню. Очень сложно. Оружие, да, раскидано. Многочасто. Хотя бы за это разработан респект, за то, что много оружия раскидали. Игрокам было с чего воевать. Ну, вот с броней реально напряг. А, лут подсвечивается, тоже плюс. Можно навешивать разные штуки на свое оружие. Я его не помню как. Блин, как навешивать? Эм. А, ну, там тиск навешивает, то ясно. Так, я в круге. Как смотреть? А, вот так. Как в армии, короче. Быстро правую клаву нажимаешь в цели все. А зажимаешь в цели все по-другому. Так. Где-то стрельба на крови круга. Ну что, попытаюсь кого-нибудь убить хотя бы один раз. Ваши. Поехали. Да, вот как он меня видит, как он меня видит? Да, вот как он меня видит, как он меня видит, как он меня видит, он меня увидел за километр, я его еще не видел, он меня уже увидел и начал стрелять, это жесть. Я пытался его обижать, он, сука, знал, что я сзади него бегу, бежал вперед ко мне, я как бы уже, он был за спиной, он, сука, как-то узнал, что он уже за спиной и просто меня убил, я его даже не видел, я слышу его звук, он бежит, я бегу на звуки, где он там, а он уже, сука, поворачивается и ждет меня, и меня убивает, это полная жесть, а не батарея, полная жесть. А, это скин, это не шлем, это шлем, это скин. Ясно. Скин, который временно, понятно. То есть это только оружие по раскину. Оружие, там разные прицелы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Вон, чувак, я его увидел, эээ, через мобиль, там по-моему здание там же, вроде, вон Найс игра, я его первый заметил, первый в него стрелял, попал два раза, взял тогда, чтобы добить, он, сука, вылазит из-за машины, и просто меня одной очереди убивает Офигенный батрояль, офигенный, играйте лучше в куизин, играйте в хизи, там и то реальный убит, и по крайней мере в хизи графика не такая темная, там контакты видно хорошо, далеко Здесь это что-то с чем-то, дальше выкину руки, нифига не видишь Противники тебе срезают одной очередью, даже с расстояния, ты им ничего не можешь сделать, даже выстрел несколько раз Короче, это не батрояль, а полный отстой Такое мое резюме Спасибо всем за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, это был Кочмар